Всем привет о главных событиях. К этой минуте расскажу вам я, Анна Глазунова, сегодня в выпуске. Советник ректора КФУ покидает свой пост. Приемная кампания КФУ ждет абитуриентов. Победа за Россией. Болельщики делятся эмоциями от игры с Испанией. В КФУ состоялось заседание ученого совета. Одной из главных тем было создание единого центра развития информатизации на базе Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ и Центра информационных технологий. Подробности смотри в следующем выпуске, а сейчас к другим новостям. 28 июня состоялась презентация новой версии дорожной карты развития Института психологии и образования Казанского федерального университета. Подробности смотри в следующем сюжете. Институт психологии и образования Казанского федерального университета представил свою стратегию развития студентом, преподавателем и руководством вуза я представил директор института Айдар Кальмулин. Своё выступление директор института начал с представления основной цели Института психологии и образования КФУ. Это попадение в предметные рейтинги по версии каждого из крупнейших рейтинговых агентств. Основным при этом остается рейтинг ОС. Среди российских вузов в этом рейтинге Институт Третий. Ученые и педагоги стали неиспоримо узнаваемыми лидерами в России по цитированию и числу публикаций в области образования в высокорейтинговых журналах, индексируемых на базе КОПУС. Нас узнают именно по этому профилю во многом благодаря той и структуре и тем исследованиям, которые мы сейчас начали получать. Кстати, наверное, высокорейтинговые публикации тоже играют большую роль. На данный момент происходит активная интеграция педагогического блока КФУ в международное научное пространство. Так, например, в этом году прошел четвертый международный форум по педагогическому образованию, на который приехали ученые из 65 зарубежных вузов. Ректором КФУ Льшатом Гафуровым было отмечено, что институту стоит подумать о собственной программе совместно с медиками. Что дальше, для какой категории людей, это тоже важно. И для социализации я все-таки говорю, что в этом случае мы бы могли найти взаимные точки применения с нашими медиками. Данная коллаборация может стать началом перспективных исследований, которые могут гарантировать повышение публикационной активности, наращивание академической репутации, перелесчение инвестиций. В ходе защиты дорожной карты документ получил одобрение. Диана Шклова, Владимир Нелюбин, Универмьюз. Советник ректора КФУ Адель Вафин покидает свой пост. Как будет развиваться его дальнейшая карьера, мы расскажем прямо сейчас. Советник ректора КФУ Адель Вафин перейдет на новое место работы. До должности в университете он занимал пост министра здравоохранения Республики Татарстан. Находясь на этом посту, Адель Вафин активно способствовал сотрудничеству с Казанским федеральным университетом. В КФУ он курировал вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями, а также работой университетской клиники. В то время, которое я работал в Казанском федеральном университете, конечно, мне удалось просто понять, каковы же сегодня возможности в части развития исследовательской деятельности. По нашим данным, Адель Вафин займет должность в медицинском кластере в компании АФК «Система». Сотрудничество с Казанским федеральным университетом будет продолжено, это очень важно. И я думаю, что еще много совместных, интересных и очень полезных, важных проектов с Казанским федеральным университетом будет сделано. Мы хотим пожелать Аделю Вафину успехов на его новой должности и поблагодарить за продуктивную деятельность в Казанском федеральном университете. Артем Тупичкин, Универньюз. Приемная компания Казанского федерального университета не знает отдыха, ведь началась самая горячая пора не только для абитуриентов, но и для всего вуза. Об успехах университета расскажет Олег Кашин. Государственные экзамены прошли, аттестаты тоже уже получены. Осталось самое главное – поступить в университет и стать студентом. В Казанском федеральном университете от абитуриентов в буквальном смысле не протолкнуться. В конце прошлой недели начали выдавать аттестаты школьникам, и они сейчас активно начали подавать документы. Активность в чем выражается? Я вам скажу, что на сегодняшний день 486 оригиналов уже подано в Казанский федеральный университет на бюджет, и 227 – это на контракт. То есть у нас всего на сегодняшний день 713 оригиналов подано. Среди институтов Казанского университета уже и свои лидеры. Институт психологии и образования, 80 оригиналов на бюджет, они уже получили. Это максимальный показатель по сравнению с другими институтами. Следующий идет у нас по списку – это институт филологии и международных коммуникаций, 55 оригиналов на бюджет. И далее институт международных отношений и истории востоковедения, там 52 оригиналов. В этом году бюджетные места по всему Татарстану увеличили на 5%. Самый крупный вуз республики в своих стенах примет одну треть всех бюджетников. 5392 бюджетных места в нашем университете на все направления подготовки, на все формы подготовки, включая филеум. И для сравнения я вам скажу, что в прошлом году было 4980. То есть на 412 мест у нас превышение. Не забыли и про иностранных студентов. По плану к зачислению около 2000, но желающих уже больше трех. Напомним, что уже 4 июля УниверТВ проведет прямой эфир, где каждый абитуриент может задать вопрос по приемной кампании. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, УниверНьюс. Ученые Казанского федерального университета нашли новый метод лечения хрящевой ткани. Как жировые клетки могут спасти ваши колены, вы узнаете в следующем сюжете. Сотрудники Республиканской клинической больницы в Казани совместно с учеными Института фундаментальной медицины и биологии КФУ успешно применили стволовые клетки из жировой ткани для лечения повреждения хрящевой ткани коленного сустава. В целях терапии была произведена трансплантация собственных клеток пациентов в комбинации с фибриновым клеем. Собственные клетки не вызывали отторжения организмом. Клейкое вещество обеспечило фиксацию клеток в месте травмы. Эти клетки оказывали благоприятное влияние. Они продуцируют различные факторы роста, которые способствуют заживлению. Они сами могут участвовать, сами могут превращаться в клетки хрящевой ткани. И они могут выступать иммуномодуляторами. Стволовые клетки есть в разных тканях организма, однако вывести их из жировой ткани проще всего в клинических условиях. Данный метод еще требует некоторых дополнительных исследований. Надеемся, что уже в ближайшее время мы сможем внедрить эти технологии в клиническую практику. Лечение повреждений суставного хряща по-прежнему вызывает большие трудности. Однако с помощью клеточных технологий возможно продлить жизнь суставу. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Ожидали ли российские болельщики победы в матче с Испанией? Какие прогнозы делают жители Казани и гости на ближайшую игру России-Хорватии? Ответы на все вопросы смотри в следующем сюжете. Россия! Россия! Восторженная ура победа слышалась со всех уголков улиц. Ликовала вся страна. Такого исхода матча России-Испания не смог предугадать никто. Счет 4-3 по пенальти в нашу пользу. Россия выходит в одну четверть финала чемпионата мира. Там были такие эмоции. Все были рады победе России. Особенно, когда Акинфеев отбил мяч. Это был потрясающий матч. Я смотрел этот матч закрытыми глазами. Так по слуху. Потому что боялся, честное слово. Сердце выпрыгивало из груди. На самом деле верили. За матчем не следили. Мы в это время ехали в автобусе. Но верили, что наши победят. Но нельзя это объяснить. Эта победа подарила российским болельщикам еще больше уверенности в том, что наша страна непобедима. Следующий матч Россия сыграет с Хорватией, где поборется за место в полуфинале. Своими прогнозами поделились и болельщики. Я думаю 1-0. В пользу России. Мне кажется, Россия победит, но будет очень трудный матч, потому что хорваты тоже очень хорошо играют. Но они показали, как они хорошо играют в матче с Аргентиной. Тоже, скорее всего, ничейные. До пенальти дойдут. И, возможно, Акинфеев уже выиграет. Вместе с россиянами радуются также иностранные туристы. Отмечают, что не ожидали этой победы. Я обязательно поддерживаю русских, и я думаю, что Россия победит сегодня. Я думал, что это было очень-очень интересное матч, и я очень счастлив и рад, что Россия победила. Россия победила. Следующий матч состоится уже 7 июля. Смотрим и болеем за Россию. Анна Глазунова, Лисина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Будь всегда в курсе новостей студенчества с Универньюз. Пока. Субтитры был Игорь Негода. Продолжение следует...